Новости Москва-Баку. Здравствуйте. В Анкаре сегодня состоялась встреча президента Азербайджана Эльхама Алиева и президента Турции РЖП Таипа Эрдогана. Лидеры стран провели встречу один на один в столичном аэропорту Эсенбога. Алиев прибыл с рабочим визитом в Анкару по приглашению президента Турции. В аэропорту Эсенбога, где развивались государственные флаги двух стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего углубления сотрудничества. Также состоится обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам. После переговоров Эрдоган и Алиев провели совместный дружеский обед. Армения вновь отказалась платить на численный взнос бюджет ОДКБ, который составляет более 53 миллионов рублей. Таким образом, Ереван решил воздержаться от участия в финансировании ОДКБ в этом году. МИД России на это отметили, что Ереван уже не в первый раз заявляет о прекращении финансирования ОДКБ и замораживания своего участия. В связи с этим бюджет организации будет корректироваться, но финансовые обязательства у Армении перед ОДКБ сохраняются. Цитата. ОДКБ в 2024 году в середине мая сообщили в армянском МИДе. А ранее, в феврале, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. После этого Ереван уведомил Москву о решении прекратить работу российских пограничников в ереванском аэропорту Звартноц. В марте Пашинян допустил выход из ОДКБ, если Ереван не устроит позиции партнеров по вопросу о том, где находится суверенная территория Армении. В организацию договора коллективной безопасности входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Спикер Национального собрания Армении Олен Симоньян в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес России. Причем сделал он это в день визита помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена в Ереван. Спикер парламента безапелляционно заявил сегодня в беседе с журналистами, что власти России, дескать, кинули Армению и армянский народ, которая, по его словам, всегда вела себя как преданный партнер. Цитата. Армения всегда вела себя как преданный партнер. Она до последнего сохраняла веру, что Россия не оставит ее одну, не кинет Армению и армянский народ. Нас обманули, нас оставили одних, заявил Симоньян. Спикер продолжил делать свои антироссийские заявления и, когда, отвечал на вопрос журналиста о том, что из Москвы все чаще звучат слова о недружественном поведении Еревана. В ответ на это он посоветовал России посмотреть на свои действия после 2020 года. По мнению Симоньяна, Россия сама допустила 44-дневную войну в Нагорном Карабахе. И, как утверждает политик, Россия не оставила Армении иной альтернативы, как самой защищать себя. В Ереване сегодня начались беспрерывные четырехдневные акции неповиновения участников протестного движения «Табушвайми Родины». 96-часовые забастовки в режиме нон-стоп на улицах армянской столицы накануне анонсировал лидер протестного движения архиепископ Баграт Голстанян. Требования оппозиционного движения остаются все те же. Прекращение делимитации границы с Азербайджаном и отставка премьер-министра республики Никола Пашиняна. Цитата. Себестычек с полицейскими стражей порядка предупредили участников акции, что в случае обострения они применят спецсредства. Разговор на повышенных тонах состоялся во время митинга между архиепископом Голстаняном и начальником полиции Армении Арамом Аванесяном. После вмешательства представителей с обеих сторон удалось снизить нокаут. Протестующие провели у здания правительства всю ночь. На перекрестке, ведущему к зданию парламента Армении, они установили 15 палаток, в которых встретили рассвет. К 16 часам к палаточному городку стали подходить еще участники движения, которых призвал накануне вечером их лидер. Он потребовал, чтобы Совет Национального Собрания 10 июня принял решение о созыве внеочередного заседания 11 июня для обсуждения отставки премьера и распуска правительства. Оппозиционные фракции представили в Совет предложение о созыве внеочередного заседания. Документ подписали 33 депутата. Сегодня же Совет Национального Собрания отклонил ходатайство оппозиции о внеочередном заседании с целью обсудить импичмент премьеру. Также армянские власти заявили, что не собираются проводить досрочные парламентские выборы. Несмотря на это, протестующие намерены оставаться в палаточном городке у здания правительства в ожидании результатов заседания. Также они продолжат проводить беспрерывные акции протеста. На фоне протестов в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян минувшие выходные побывал на приграничном участке Баганис-Керанс в Тавуша на делимитированной границе с Азербайджаном. Там армянский премьер ознакомился с условиями службы пограничников и понаблюдал бинокль за азербайджанской стороной. Азербайджанский военнослужащий пропал на границе с Арменией. Об этом сегодня, 10 июня, сообщали в Министерстве обороны Азербайджана. Уточняется, что рядовой Джихун Гусейнов пропал без вести в минувшее воскресенье при неизвестных обстоятельствах направления населенного пункта Гюнут Садаракского района Натичеванской автономной республики. К поискам солдата уже подключилось военное ведомство и часть, в которой он служил. Тем временем ряд армянских СМИ опубликовали информацию о том, что потерявшегося солдата задержала армянская сторона. По их версии, азербайджанский военный оказался на территории Армении, перейдя границу из Нахчевани. Официальный Минобороны Армении эту информацию пока не подтвердили, а в службе нацбезопасности сообщили, что у них нет данных о возможном пересечении границы Армении азербайджанским военнослужащим. 8 июня уже второй турецкий астронавт Тува Джихангир от СВР совершил полет в космос. Суборбитальный космический корабль, в котором находился второй турецкий астронавт, вылетел с космодрома Спейспорт, расположенного в американском штате Нью-Мексико. В миссии также участвовали два астронавта из США и один из Италии. Продолжительность полета составила 1 час 10 минут. Специальный самолет-носитель поднял космоплан на высоту 45 тысяч футов. За время полета от СВР провел около 7 экспериментов в условиях микрогравитации. Отметим, что турецкий астронавт был одет в униформу с вышитыми на ней флагами Турции и Азербайджана. Астронавт также взял с собой в космическую экспедицию флаг Турции и флаг Азербайджана, подаренный ему турецким президентом Реджебом Таипом Эрдоганом. По возвращению на Землю астронавт показал эти флаги встречающим его журналистам. Общаясь с журналистами, АТСВР отметил, что полететь в космос с обоими флагами на рукаве и на груди имеет для него особое значение. Цитата. Есть известное изречение «Одна нация – два государства». У нас два флага, но мы – одна нация. Таким образом, я почувствовала необходимость, чтобы флаги этих двух государств были рядом на моей груди и в космосе. Так же, как и наши страны рядом друг с другом на Земле, как в радостный, так и в скорбный день. Возможность вынести эти два флага в космос хотя бы на три минуты, ощутить микрогравитацию и невесомость вызвала у меня огромную гордость. «Очень надеюсь, что Турция и Азербайджан совершат прорывы в области космических технологий», – заявил АТСВР. Также астронавт отметил, что флаг Азербайджана, с которым он совершил полет в космос, он планирует передать президенту Азербайджана Эльхаму Алиеву. Отметим, что АТСВР азербайджанские корни по маме. И, как обещал астронавт, он обязательно приедет в Баку, чтобы поделиться впечатлениями о космическом полете с представителями научного сообщества и молодежью Азербайджана. В Баку открыли именную звезду голливудского актера Стивена Сигала. Церемония закладки прошла на берегу Каспийского моря на аллее звезд «Walk of Fame» в курортной зоне Сибрис в пригороде Баку. Стивен Сигал накануне приехал в Баку по приглашению предпринимателя и певца Эмина Агаларова. Находясь в столице Азербайджана, актер принял участие в открытии нового центра здорового и активного образа жизни для всей семьи «Крокус фитнес лайтхаус» и ресторана современной и традиционной узбекской кухни из Дачайхана. Торжественная церемония закладки именной звезды прошла сегодня. Она была открытой, посетить ее мог каждый желающий. Добрый день, дорогие друзья! Рада вас всех видеть и приветствовать! Со мной рядом стоит действительно мой друг, легенда мирового шоу-бизнеса, кинематографа, потрясающий музыкант, мастер айкидо Стивен Сигал, дамы и господа! Отметим, что в 2015 году у Стивена Сигала появилась именная звезда на Аллее Слава в Москве в торговом центре «Вегас». Теперь у него есть звезда и в Баку. На этом у меня все еще больше информации на портале москва-баку.ру и в нашем телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео. До свидания!